Привет, друзья! Я хочу поблагодарить Дмитрия, потому что Дмитрий, к сожалению, я вот написал там, фамилию, пожалуйста, напиши, а его уже нету там в сети. Это на Телеграме, вот почитайте, если хотите, запишитесь, кто не записан у меня на канале Телеграм. Я вам прочитаю сейчас то, что он мне написал. Это после того, как я рассказывал, на этой доске рисовал модель работы мозга, где четыре агрегатных состояния бодрствования, потом, значит, сон, сон со сновидениями и транса, и нулевое между ними состояние, где каждый из агрегатных состояний имеет свою схему взаимодействия домината, а ноль – это когда нет никаких доминат. Так вот, Дмитрий мне написал там в Телеграме, Хосай Маганч, это удивительно, я прям поймал инсайт, как вы говорите, схема, которую вы здесь на коленке карандашом нарисовали, простите за каламбор. Я думаю, что глубину предшествующего труда вполне осознаю, я вдруг увидел, насколько она универсальна. Вы говорите об устройстве мышления одного человека, а ведь эта схема также применима для понимания более масштабных социальных процессов в исторической перспективе в том числе. Ведь в истории жизни человеческих сообществ точно так же существует комплекс доминант, а главное – выстраивается определенная иерархия приоритетов. Это связи, которые также постоянно смыкаются и размыкаются, и иногда в силу различных причин отдельные доминанты в некоторый период получают более высокий приоритет, а иногда наивысшие – абсолютные. По этой причине происходит повышение уровня энергии одних подсистем и снижение остальных. Теперь становится понятна функция подсистем, поддерживающих и развивающих способы и практики перехода к нулевому состоянию – благодать, нирвана, барракад и т.д. С целью балансировки системы, перераспределения энергопотоков, а также причины сбоя и потрясения в жизни сообщества при ослаблении данной функции, либо частичной или полной замене на сторонние, при сохранении внешних признаков подсистемы балансировщика. В один момент всё стало ясно, удивительно. Спасибо вам. А я тебе, Дмитрий, сердечной благодарностью за такое понимание, за такое проникновение в глубину понимания. Вот это и есть творческое сотрудничество. Конечно. Я как раз таки ищу людей, которые так же, как и я, готовы думать на эти темы. Потому что сосредотачиваться в какой-то области могут только люди те, для которых эта область, в которой они сосредотачиваются, для которых она интересна. Вот же в чём дело. Поэтому все люди гении, все люди хорошие, но они сосредоточены в разных областях и делятся разными своими представлениями. И именно поэтому человек, существо социальное, и только вместе, соприкасаясь друг с другом разными гранями, обмениваясь разными достижениями в разных областях, каждый своим, мы развиваемся. Да, и поэтому нам надо всем держаться друг к другу, на то мы и люди. Вместе мы сила. А если мы разделяемся, или нас разделяют, а я скажу в одном из следующих роликов, каким образом группируются страсти людей в направлении зла, и в каком образе группируются, кристаллизуются страсти людей в направлении добра, вы знаете, как это интересно? Это потрясающе. Честное слово, всё становится понятным, как 2х24. А это защита от всяких манипуляций. До встречи, друзья.